Как же помочь нашим медиа взять в оборот нашу же аудиторию и все-таки чтобы мы потребляли информацию из нашего инфопространства? Мы сегодня будем говорить на темы также и медиаграмотности и все что связано с информационной безопасностью я представлю с удовольствием вам наших спикеров которые будут присоединяться будем представлять их в общем-то по ходу сейчас у нас здесь франок вечерка радио свобода меня зовут алла шарко я буду модерировать эту дискуссию дальше вам представляю всеволод крутько директор по развитию агентства вон дал хепта и он не случайно здесь вы узнаете скоро почему юлия слуцкая медиа эксперт и также основательница пресс-клуба дальше тамара мацкевич товарыство белорусской школы и не на мельникова медиакритика . by марина соколова эксперт baltic интернет полис инициатив автор исследований в области социальной и политической истории развития использования интернета и не только очень много в общем разных опций у марины и я очень рада что она сегодня пришла с нами поделиться своим глобальным видением далее мы видим наталью рябову директор центра исследования общественного управления симпа и очаровательная девочка как зовут александра вадим мажейка культуролог и наш большой друг амбассадору пресс-клуба а также это представитель либерального клуба он много знает о молодежи и все нам сегодня расскажет мы начинаем да итак наша тема сегодня не случайно и я хотела бы начать наш медиаток с со вступления от юлии слуцкой юлия насколько эта тема сегодня животрепещущая в нашем пространстве а я вот начну от царя гороха как всегда учила не начинать журналистов просто потому что у этой темы очень глубокие корни вся наша история 70 лет истории советской власти жизни в тоталитарном государстве потом буквально 5-6 лет независимости и потом снова жизнь в новой парадигме нас просто как у нации не было времени практиковать критическое мышление я начала так далеко потому что именно это привело как мне кажется к той ситуации в которой мы оказались сегодня мы все привыкли что мы живем в чужом информационном поле мы живем все время с момента образования независимого государства но кое-что изменилось изменилось после четырнадцатого года и изменилось кардинально мы сейчас не просто в находимся в чужом информационном поле а мы сейчас находимся в поле очень агрессивной очень высоко оплачиваем дорогостоящей пропаганды причем принято считать что это информация это новости так вот в общем то нет пропаганда она она везде она в каждой шутке комедий клаб молодежных сериалах и так далее и тому подобное и все это происходит на фоне когда у страны нет никакой стратегии информационной безопасности по крайней мере так как мы это понимаем а может быть мы не знаем не знаю но точно нет никакой системной программы страновой по развитию медиаграмотности это мы знаем точно и вот я наверно дольше не буду задерживать ваше внимание дам слово экспертам которые может быть на цифрах на каких-то фактах на слайдах расскажут как вся эта ситуация сегодня видится в информационном поле га сразу перейти к цифрам и передать микрофон натальи рябовой наталья сегодня нам принесла цифры и немножко расскажет о том что происходит сегодня в пространстве белорусского телевидения наталья расскажите немного об этом исследовании и будете курировать я буду переключать слайд да должна сразу сказать что мы медиа не считаем одной своей какой-то сферой особой компетенции просто вот в рамках этого проекта который делается в рамках евросоюзовской программы горизонт 2020 а мы в ней принимаем участие делалось вот такое исследование в частности европейцев интересовало содержание новостных программ в белоруссии украине и молдове каким образом в этих программах для телевидения показывают беларусь показывают евросоюз россию отдельные страны евросоюза и евразийский экономический союз давайте пролистаем несколько слайдов там несколько слайдов касаются ну информации о проекте я думаю сейчас мы это можем убрать то есть россии тут уделялось в исследовании одной из ключевых таких кусков внимания как вы видите 36 процентов беларуси 30 процентов молдовья и украине всех новостей уделялось именно россии поясню в всех этих трех странах брались несколько каналов телеканалов то есть только телевидение только новости в молдове и украине брали частные каналы и государственные каналы беларуси только государственные каналы в силу слабой развитости частных также общим выводом является то что россия уделялась больше внимания чем ес но меньше, чем совместно ЕС и государственным членам. Но, должно сразу сказать, что достаточно часто в белорусских новостях просто присутствуют новости про события в Германии или миграцию, там-то, там-то, вне контекста ЕС. Более 10% новостных сюжетов освещают Россию вместе с ЕС или одним из государств-членов, ну, какие-нибудь международные события и так далее. Если в центре сюжета находился Европейский Союз, в более чем 15% случаев в них упоминалась и Россия. Всего она упоминалась 41% в Беларуси, 35% в Молдове, 53% в Украине. Но в разном контексте, как мы это увидим чуть подальше. Евразийский Союз вообще мало кому интересен, даже в белорусских новостях про него почти ничего нет. В Украине, в Молдове он просто не присутствует в повестке новостной. Давайте дальше. Специфика освещения России в Беларуси. В целом, новости двух государственных каналов более позитивны в отношении России по сравнению с сравниваемыми странами. Но некоторые исключения контуры на ОНТ, где были более негативные акценты в отношении российских санкций. Ну, вы знаете, у нас они колеблются вместе с линией партии. Как бы у нас, когда, допустим, молочная война, то, соответственно, тон высказываний по отношению к России несколько более негативный. Потом у нас снова период поцелуев, ну и так далее. Одновременно программа «Время» ретранслируемая, менее позитивна в отношении ЕС, чем белорусские программы. Давайте следующий. Что касается тем. Как вы видите, основными темами являются безопасность, и это валидно как для государств, членов ЕС, так и для России. Международные отношения. Видите, количество сюжетов также там значительно превышает среднее. Ну и экономика. И вот для России, вы видите, красненькими выделены темы экономики, международных отношений, безопасности, ну и ценности. Для ЕС это, опять же, международные отношения, политические темы, безопасность на первом месте и ценности. Содержание. О чем говорят? Ну, как я уже говорила, превалирует тема безопасности. И она как бы номер один, когда присутствует ЕС. Но в целом есть различные темы. От информации об оборонных расходах Германии до прибытия военных НАТО в Литву, террористических актах в Швеции. Это все про 2017 год, поэтому события не этого года. Государства-члены ЕС упоминались в сюжетах о безопасности чаще, хотя и вот незначительно чаще, чем Россия. Освещение России также варьировалось от, к примеру, совместных российско-таджикских учений до нападения на полицию в Астрахани, ситуации в Сирии, действия российской армии. Давайте дальше. Россия и Евразийский союз чаще упоминаются в контексте экономики, чем ЕС. То есть, как я уже сказала, ЕС это больше безопасность, Россия — это безопасность и экономика. В контексте международных отношений ЕС, различные встречи, соглашения, миграции и так далее. А также политические различные события, в частности, выборы. Много сюжетов посвящено выборам в какой-либо стране Евросоюза. Здесь, видите, темы наложены друг на друга, но мы можем видеть по цветам синенькое сбалансированное, красное негативное и зеленое позитивное. Смотрите, в целом Беларусь в отношении Европейского Союза, вы видите, стабильно. Стабильно одинаковое количество сюжетов было зафиксировано аналитиками, как сбалансированные, негативные и позитивные. По отношению к России, конечно же, серьезный крен в позитивное освещение. Но если вы посмотрите на Молдову, то там, соответственно, в отношении Евросоюза скорее больше позитива, в отношении России чуть-чуть больше негатива, но в Украине, понятно, вообще ситуация совершенно полярная. Весь позитив достается Евросоюзу, весь негатив достается России в силу понятных причин. Давайте дальше. Выводы, которые мы из этого делаем. Мы, если честно, так предполагая, думая о результатах с самого начала, если честно, думали, что будет больше, ну, более необъективная будет позиция наших новостей в отношении и ЕС, и России, но оценки и выводы позволяют нам говорить, что большее количество национальных нероссийских теленовостей, то есть произведенных в Беларуси, нейтральны. Следующее. Что касается России, белорусские каналы освещают Россию наиболее позитивно, украинские, понятно, почти всегда негативно. Если исключить российские телеканалы, то есть, ну, ретрансляцию, то новостные выпуски в Молдове и Беларуси более сбалансированы, чем в Украине, само собой. Страны ЕС в количественном отношении получают второе после ЕС количество упоминаний, то есть если сложить и ЕС, и его страны-члены, то внимание им вдвоем уделяется больше, чем России и Евразийскому экономическому союзу, которые вообще, можно сказать, тут чуть ли не статистическая ошибка. Спасибо большое за предоставленную информацию, Наталья. И я хотела бы сейчас, на самом деле, продолжить все-таки вот эту тему, тему, что сейчас происходит вот в медийном пространстве нашей страны. И я хотела бы передать микрофон Франаку Вечерке. Франак, что это за такие лишьбы? Я после нескольких месяцев доследовал российскую присутность в Беларуси, не только медиа, а и пророссийских группах в ВКонтакте, Одноклассниках и в Фейсбуке. Ну, в додаток для того, что было сказано, что, правда, российцы массивно заполняют беларускую информационную простору. Али еще цикавый момент, таки важно сказать, что, в принципе, присутность российских медиа во всем регионе, она коррелюется с присутностью российской мовы. Тые краины, где большая часть населенства корыстается русской мовой что дня, они, как правило, больше споживают с российской мовы, больше споживают с российской информацией и больше подвергаются вот этому российскому вплыву. Тут у моих доследований, якое включаю в себе контент-анализ медиа плюс доследование, проведенное Гэллоп, доследование, проведенное беларуской мастернию Варшави. Тут комбинация разных личбов. Я спрогу собрать основные медиа, про какие Россия мает в Беларуси. Это наиперш сервисы, Mail.ru, Яндекс.ру, так само их новинные агрегаторы, где пушатся, промоутятся, рекламуются постоянно российские новины. И сярод 10 топовых веб-сайтов, 4 гэта российские ресурсы. Можно далее? Нет, наступный слайд. Кали мы возьмем телеканалы, тут ни для кого не секрет, что основные телеканалы, якие беларусы глядзять, так само российские, два строга, гэта наупрост российские каналы, так званые гибридные вещания, где небыто заменяется новинный контент беларускими выпусками новинов. Аль, как сказала, с подаранья Юлия Слуцкая на початку, российский вплыв не только в новинках, не только в аналитах, не только в передачах Киселева и Соловьева, он в шоу, он в сериалах, и минавито гэта вплыв мая наибольшая значение, наибольшу вплыв минавито на молодь. И тыя каналы, которые финансуются европейским связом, у тем лику Евроньюз, ци Белсад, яны безумовно заступаюць официйным лукашенковским, які небыто сбалянсаваныя альбо позитивныя дочинні до России. И гэта каналы, яны мало вплываюць, хотя треба признаць, что их рост зауважны. Як там заработка, пену легкая переключалася? Ось. Гэта месячные наведники сайту, я просто взял четыре прикладные сайты, ка показаць адрознене. И спутник, які открывали памяты цяурочиста министрка информации Беларуси, пампезна з асьвятленням во усіх дзержавных телеканалах, ян вырас амальштау пять разов за два гады, ян абагнаў і Белсад, і Радуя Свабода, гаця спачатку все ставіліся скептычна. Яны гэта гэта дабіліся найперш дзякуючу масюнай патрымцы соціальных сетак в контакці однакласнікаў, які пастаянна шэраць распахчужваць ця інформацію, але ў першую чаргу дзякуючу патрымцы Яндекс і Мэйлру агрэгаторам. І бальшыня трафіку на гэтае сайты, як мы бачым на студным слайдзе, навядзецца, яна ідзе менавіта з так званых рефералав, гэта з пасылкі на партнэрскіх росейскіх ресурсах. Мы бачым, напрыгад, што ў Радуя Свабода бальшыня трафіку бальш за 50% сеткавая, гэта Фейсбук, гэта Твиттер, гэта Вконтакця, то ў той же час ў спутніка, паглядзіцца, колькі пераходзіць з реферальных сайтуў, які ў тымліку ключаюць ўсе мэйлру Яндекс.Ро, так само ўсе залежныя сайту, гэта ісецца обмену навінами. Вось пра выкарастанне сервісоў. Выкарастанне сервісоў, но ўпрос не значыць, што гэтаі людзі жывыць ў росейска інформаційныя прасторы, але можа ўплываць, таму шта росейскія сервісо, прывантасті Яндекс, яны аздабляюцца виджутаме з навінной інформаціей, мінавіта з росейскіх ресурсоў, і вы наурадці пабачыцца там Белсад, Радуя Свабода, ўспіцца рекамендаванных навінаў за дзень. І знову жа гэтае сервісы ў Беларусі растуць, і акрамя названых тут сервісоў расте такі сервісак Мой Круг, гэта, калі Расія завлякавала Лінктін, гэта пачыла масівна рекламаваць альтернатыву Лінктін Мой Круг. І бізнесоўцы беларускі, асабліваты, які працуюць з росейскім бізнесам, масівна заводзець аккаунты для сібей, для сваіх фірмов ў гэтым новым аналягу. Мы бачым, што Расія стварае альтернатывную інфраструктуру ў інтернэця, падобна, як Китай стварыў WeChat, Weibo, Qzone, які копіруюць амеріканскія сродкі масовы інформація, сервісы і соціальнія сеткі. У Расія гэта ВКонтакці, Однакласнікі, Мой Круг, Мой Мір, Мейлру. Народ, пам'ятайця, такі концепт Рунет. Так вось, гэта концепт зараз рештэрешт адбывся, реалізаваўся, і мы бачым на практице, што, калі большыню російцю адключыць ад Фейсбуку Ютубу, яны будусь мець амаль паўнаценну альтернатыву гэтаму. Ну, па краніццах інформація, тут ні для кого не секрет, што російські амэйды ўжо було сказано, зявляюцца краніццами інформація. Гэта дадзінае заслэдавання, яко рэбілася цягам 16-го году. Бачыцца, чатыры сродкі маслэнсерплацця НТВ Беларусь, РТР Беларусь, Яндекс ВКонтакці, яны займаюць з 4-го па 7-е мецца. Давер, так сама, довер да російськіх мэдэў, супадаяць з доверам да офіційных дзержавных мэдэў, гэта дадзінае лабараторіў Вардамацкага, я думаю, што он будзе тут раскажу пра гэта. Так, ну, я думаю, што я зараз кончу, ботам, Андрея, папрашу, кабі ён пракаментаваў гэтае лічбы, бо ўвэльме добрае дасэдаванне пра доверы, я думаю, што довер мэнавіта, ну, вырашальныў ролю мэя, а не просто ахоп, технічны, лічбавы ахоп. Ну, і па соціяльных сетках, які наибольшў небезпечны, на мой погляд, таму, што працуюць на маладых людзей, альбо на, варот на самых старых людзей, пазбавленыў крытычнага мыслення, аднакласнікі з разлікам на 60 плюс ў Беларусі, а в контакці разлічаная ўсім, кому да 25. Гэтае людзі не маюць элементарных навыкаў медае письменнасті, яны не маюць крытычну ацэнываць інформацію, яны лёгка паддаюцца на кіткі эмоційныя загаловкі, ну, і я просто для прыкладу привеў пару, гэтае, як сетка працую росейскіх в контакці суполак, я не буду паглыбляцца, і тут контэнт-аналіз, але я просто гэтае групы, які контэнт яны постяць. Я просто зробіў контэнт-аналіз, прааналізаваў 18 основных груп з 200 прарасейскіх, які разпоцюджуваюць контэнт спутніка, Расія сіводня, Раша Тудэй, і основные пяць мэсэджаў, это анты заходнія, анты ліберальныя, анты опазыцыйныя, анты дэмократычныя, і вы можэце бачыць приклады, так, я тут не буду цытываць. Ёсць групы, ўжо сетка групаў Гомель против, Витябс против, ёсць сетка вэбсайтаў, не буду паглыбляцца, але вы бачыцца, што ўсё ино мае досаць эмоцыйны, тэндэнцыйны характар. Навіны, ўна гэта група складаюцца 20-25 отцоткаў, але гэта адастаткова, каў визначаць парадаг дня для карыстальнікаў вконтакте. Частіў за все, російські медиа, значыць, болш дэверальныя, так бы муўить, і дзержавныя, болш дэверальныя, так? Вось, російські і маўт такуў, там нема такой дэнамик, аўтаў стандартнае платоў. Значыць, болшу дэнамику имеют такі, значыць, беларускі дзержавныя, што датычыцца недзержавных, то там ёсць адна цікава асаблівоць. Яна заключаецца в тым, што частіў за все, так бы муўить, галуўным чынам, яны не жэй па ступені дэверу. Але ў няекі крытычных ситуаціях, так, крызысных ситуаціях, в стане грамадства и так далей, их узровень дэверу резка так, ёдначасова падвышаецца, так? Восьмі навітаў такіх сітуаціях. А чым гэта гаворыць? Ну, дужы ёсць теорію, які някім чынам тлумачаць, тыя, ті іныя, мідыйныя з'явы, і дзесь наўболі адыкватныя з'являецца теорія блізасті мэдэя і асабістага вопыту, так? Ході а тым, што, чым бляжэй чылавэк адчувае тую картінку, ті інтерпрытацію, яку ёму паказываў дадзі наўмомент, свайму асабістаму, ті конкретному вопыту, ті імэдженэйшн, так сказаць, а том, якім гэта з'ява павінна быць, тым большы давяр, значыт, мы бачам. І вось мяновіта в крызіснах сітуаціях не дзіржавныя мэдэя, а, значыт, маўт такі пік пазітывный. Вось гэта галовна, гэта такаа цікава. Такааа специфічная, резкая пікавая дзі наміка процеса. Дзяку вялікі за ваш коментар. І мы, я хатэла бы січас перійті к ешё одному очі любапытному ісследованню, це ісследовання було зроблено в цілях, скажімо так, узнать, да, аудиторію рекламной коммунікації. Всеволод Крутько, я передаю вам слово. Пару слов «что за», да, вы можете сами регулировать, листать вашу презентацию. Я предлагаю послушать о... Ещё одному ісследований. Це ісследовання молодёжи. Значить, в маркетинговому, скажімо так, в сообществі є дуже большой спрос сейчас на так называеме поколення Z. Так называемое, потому що є дуже багато розличних определений того, що це за люди. Ми їх, наприклад, определили, як молоді люди 95-2005 г. рождения. Почему є спрос на изучення цієї аудиторії? Потому що вона дуже складна, вона така неуловима в определённому смыслі з точки зрения медіа. І, естественно, ну там, крупні компанії інтересують... Где вони обитають, да? Где вони обитають, да. І як вони вообще, ну, як у них устроено мышление, що називається. Кто є для них лідерами мнений, почему вони принимають те или іні решення. Ну, то есть, желання получить як можна більше подробні. Ісследование, на самом деле, большое, поэтому у нас формат не позволяет углубиться, поэтому ми пройдемося по каким-то основним вещам, які можуть бути інтересними с точки зрения медіа. Попробуй по верхам так охватити информацию і на основі цього понять, що же происходит. Ну, вот примерно, как це було. То есть, по Беларусі всього 860 человек опросили, опрашивали в смешанном формате, в онлайн-вопросі чуть менше половины, і в оффлайне, с помощью анкет. Ну і вот, які... Некоторя інформація, яку ми получили, да? Более 70% цих людей увлекаються, скажімо так, виртуальним общенням, то есть виртуальне общення вже заміняють живое. Понятно, що, в общем-то, по большому счету, ні для кого не новость. Ну, це подтвердження, в общем-то, то, о чому все говорять. По сути, констатация факта, да? Ну, ми, коли почали углубляться, ми, вот, наприклад, обнаручили нікторые інтересні вещи. Ми задали людям вопрос, а чувствують ли вони, ну, то есть, когда вони, що доставляє їм удовольствие, якщо обобщити так, да? І ми, вот, обнаручили, що, коли общаються в соціальних сетях, чувствують себя хорошо только 18,7%, да? А вот, когда играють в онлайн-игры, що тож входит в ці 79%, да? То есть, чувствують себя хорошо только 11% людей, да? То есть, це неожиданные були виводи для вас? Це не то, щоб неожиданные виводи, але ми для себе зробили інтересний вивод о том, що, ну, сейчас багато говорять о том, що там люди пользуються гаджетами, мобильними телефонами, планшетами, тому що їм це доставляє удовольствие. На самом деле, никакого удовольствия нету. Вот, все вот це вот общение соціальное, це вже настільки привычка, настільки фонове занятие, що воно вже воспринимається як само собою розуміючне. То есть, люди просто живуть, вони не йдуть в онлайн для того, щоб щось там відбувалося, вони просто там знаходяться. Для них це совершенно естественне состояние. Ну, вот це моє любиме, чесно говоря, з всього исследовання, слайд, який говорить дуже багато о том, що ж, ну, то есть, характеризує дуже сильно поколение. Так вот, вот этот слайд, он мой любимий, потому что по нескольким причинам он в первую очередь характеризує поколение как поколение таких индивидуалистов. То есть, люди, которые говорят по сути об одном і тому же, мы задали людям простой вопрос, что вы считаете модным, интересным лично для себя і що ви считаєте модным, інтересним для молодежи. І вот заисключит, смотрите, то есть, какой красный столбец, это у нас красный график, это то, что считают модным лично респондент, і голубой столбец за то, что по его мнению этого же респондента считается модным среди молодежи. Какое большое противопоставление, да, практически по всем пунктам, ну, за исключением там заниматься спортом. То есть, это поколение людей, которые противопоставляют, каждый из них представляет себя как яркая индивидуальная личность, совершенно не похожая на все остальные. Это люди, которые находятся в состоянии какого-то такого противостояния со всеми. То есть, они не хотят быть в мейнстриме, каждый из них ищет свою индивидуальность и уверен, что он не такой, как другие. Да, это именно вот та ситуация, то есть, люди, которые, каждый из них идет, шагает по жизни с мыслью о том, что он является яркой индивидуальной личностью, при этом они на самом деле очень похожи, очень похожи в своем поведении. То есть, это опять-таки можно рассматривать как один из эффектов интернет. То есть, насколько интернет разобщает людей, насколько вот эти все персонализированные новости, персонализированные ленты в соцсетях и так далее, насколько они влияют на мировоззрение людей. у кого есть знакомые подростки 95-2005 год рождения, могут, в общем, подтвердить то, что это действительно соответствует. Да, ну вот здесь крупно, здесь в принципе можно, да, то есть, 43% считают модным лично для себя быть ни на кого не похожим. Хороший вывод. Значит, на кого, кто является агентами влияния для этих людей, на кого они подписаны в социальных сетях? На первом месте блогеры. Понятно, что девушки, вот девушки красные справа, они более активны в соцсетях, более активно подписываются на лидеров мнений. Блогеры, музыканты, киноактеры, спортсмены, понятно, более популярны у молодых людей. И вот обратите внимание, в самом низу у ученых в самом подвале чуть более популярны, чем ученые, политики. Но вот сейчас мы перейдем на следующий слайд, который тоже такой интересный и показательный в разрезе того, о чем мы сегодня говорим. Топ-5 фигур, достойных, чтобы носить их изображение на себе, ну на одежде там, например, да, по мнению представителей. И вот эти люди. Владимир Путин на первом месте. Это при том, что мы смотрели на предыдущем слайде о том, что политики, в общем-то, являются не очень популярными персонажами в соцсетях. Да, мы, конечно, косвенно можем сделать выводы о том, об инфополе, в котором находится современная молодежь. Ну вот, да, то есть политик, популярный белорусский исполнитель, спортсмены и музыканты. А, ну и киноактеры. Третье место поделили актер и актриса. Кстати, уже, да, Мерлин Монро. Просто красиво. Да, это просто красиво. И немножко по-другому, с другого угла зрения взглянули на популярных людей. Топ-10 успешных людей по мнению молодежи. Здесь тоже есть интересные вещи. Американские представители крупного бизнеса. Ольга Бузова вместе с Владимиром Путиным. Ну и, да, три представителя от России идущие подряд. Политик, музыкант, точнее, политик, шоу, шоу-вумен, скажем так, да, и бизнесмен тоже, Павел Дуров. Ну и вот... Мы, кстати, обсуждали и до Медиатока, и пришли к выводу, что здесь Павел Дуров, в принципе, он фигурирует как Марк Цукерберг, возможно, Билл Гейтс, Стив Джобс. То есть он в таком международном формате может быть присутствует. Да, но тут, опять же, нет пророка в своем отечестве, поэтому Павел Дуров всего лишь на седьмом месте, в то время как первая тройка за такими идолами, бизнес-идолами американскими, можно сказать уже. Ну и обращаю внимание на двух представителей Беларуси. Макс Корж, который, сложно сказать, он там в России уже очень много, очень часто, и Дарья Домрачева, спортсмен такой, тоже иконическая личность, можно сказать, в спортивной среде. То есть, опять-таки, можно сделать вывод, да, косвенно, о том, какие люди являются значимыми там вот в том или ином информационном поле, да, то есть мы, у нас это в первую очередь спортсмены и музыканты, в России это, понятно, политика, в Америке это бизнес. Мы хотели разбить вот эту презентацию на два блока, но я думаю, что сейчас просто интересно продолжить, чтобы узнать, где обитает вот это поколение Z, все-таки где оно находится. Давайте, да, чуть более тогда еще. Значит, это не новость, понятное дело, опять-таки, ни для кого из нас, что представители молодежи практически или вообще или редко смотрят телевидение, отдавая предпочтение просмотру развлекательного контента в компьютере или смартфоне. Ну, тут мы посмотрели чуть более по возрасту и понятно, кстати, непонятно, на самом деле не совсем очевидный факт, что частота просмотра телевизора снижается с возрастом. То есть вот молодежь, совсем молодежь, 12-13 лет смотрит телевизор чаще, чем более, вот может быть коллеги, эксперты, которые более глубоко находятся в этой среде, они могут лучше прокомментировать эту информацию. Я могу только предположить, что маленькие, совсем маленькие представители поколения смотрят телевизор вместе с родителями, возможно. Возможно, их не пускают к компьютеру так часто. Да, возможно, у них ограничен доступ к компьютеру, возможно, это мультики. Вот, когда появляется более-менее свобода выбора, то телевизор уже уходит на второй план глубоко. Частота просмотра телевидения, то есть, а, вот здесь важно, что мы посмотрели по регионам, но опять-таки, наверное, не является таким большим открытием, что в регионах, в областных, в районных центрах телевизор смотрят больше, чем в Минске и в крупных городах, потому что, ну, в крупных городах, понятно, есть развлечения, доступные в более широком выборе. И интересная информация по типу контента, который смотрят, который употребляют вот на телевидении, это сериалы, музыкальные, художественные фильмы, различные реалити-шоу, спортивные трансляции, новости и ток-шоу, ну, подразумевается, более какие-то там серьезные относительно ток-шоу, скажем так, они тоже плетутся в хвосте. Какими устройствами, ну, вот, в принципе, для медиавладельцев, да, может быть, интересная информация с точки зрения там, медиапотребления, но опять-таки, это все, вот, здесь, в принципе, вся эта информация совпадает, тренды совпадают с тем, что доступно в существующих медиаисследованиях, то есть, смартфоны у молодежи самый популярный гаджет, потом идут ноутбуки, потом десктопные компьютеры, телевидение и уже дальше там. Ну, вот, например, 5-8% это электронная книга, то есть, ну, практически один из самых непопулярных. Более 75%, процентов 80 примерно, здесь просто нету цифр на этом пирожке, пользуются интернетом как минимум 3-4 часа в день, то есть, это уже, это возвращаясь к тому, о чем мы говорили в начале, то есть, интернет, это даже нельзя это назвать образом жизни, скорее, это уже есть, как бы, такое существование. Естественная среда обитания, Да, 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 верно, естественная среда обитания. Вот, чуть более подробно про интернет, понятно, что точно так же, как снижается потребление телеконтента с возрастом, точно так же увеличивается потребление онлайн-контента с возрастом, здесь видна такая некоторая обратная пропорциональность. Самые популярные соцсети и мессенджеры, да, вот опять то, о чем говорил Франок чуть раньше, Подтверждение. Вконтакте, российская социальная сеть является подавляющим, доминирующим каналом, вот именно из соцсетей и мессенджеров, потом Инстаграм, Инстаграм вырос за последние несколько лет, очень серьезно, Вайбер, опять-таки мессенджер, популярный в нашем постсоветском, скажем так, пространстве, ну и дальше уже идут западные, я не знаю, Телеграм, наверное, уже с учетом блокировки в России можно назвать западным, медиа, Фейсбук, Ватсап, Снапчат, то есть это уже больше такие модные, скажем так, западные медиа. Ну и еще одно подтверждение, да? Да, то есть что интересует, на самом деле вот этот слайд такой более-менее оптимистичный, да, потому что музыка, развлечение, юмор, здесь никаких сюрпризов нет, 72,4% подростков и молодежи интересуются этим в интернете, но на втором, дальше идет уже как-то так, интереснее, да, обучение, образование, путешествия, мода, стиль, красота, спорт, фитнес, взорш, то есть в принципе, ну как-то так, не все так плохо на самом деле с нашей молодежью, то есть у них какие-то ориентиры такие правильные, можно сказать. Сива, спасибо большое за такую презентацию и вообще за проведенную работу и за то, что вы сейчас сделали как раз акценты на то, что вам показалось неожиданным, я думаю, что и нашим спикерам, может быть, что-то показалось кому-то неожиданным, кто-то хочет прокомментировать и спикеров. Цифры говорят сами за себя, Значит, дальше по поводу топовых фигур, которые, так сказать, присутствуют в массовом сознании, разница между молодежью и населением в целом, значит, первые позиции задают такие интеллектуальные аутстендинг люди, будь то творчество, будь то, значит, бизнес. В ситуации массового сознания общего населения вообще. Много лет в топовых позициях идет пара персоналя номер один Республики Беларусь и спортсмен. Чуть-чуть в микрофон ближе. Устоявшийся паттерн массового сознания, значит, лидер страны, и спортсмен. Второй. Фигура спортсмена может меняться, да, вот Домрачева, вот сейчас в этом году с кардина, с потрясающим отрывом, с потрясающим отрывом идут. Потом идет какой-нибудь, если на глобальном уровне, потом идет какой-нибудь западный лидер. Вот, но отрыв, понимаете, не на проценты, а на порядок. Вот. Что касается персоналей в рамках страны, то ситуация такова, что до 50% не видят такой персонали. Вот. То есть позицию затрудняюсь ответить, либо нет ответа, до 50% нет персонала. У вас там как, кстати говоря, получилось по вашему вопросу? То есть молодежь более, имеет более сформировавшиеся массовое сознание с точки зрения определения той персоналии, которая является наиболее имиджевой и доминантной. Что касается населения в целом, тут до 50% так сказать не определились. Вот. По поводу телевидения, вот этой обратной пропорциональности, да. Вот. Я в этой аудитории хотел бы проговорить тезис о роли телевидения. существует и широко укоренилось в экспертной среде представление о том, что произошла такая всеобщая интернетизация, электрификация плюс всеобщая интернетизация страны. Вот. Значит, это заблуждение. Неправда, да? На самом деле, если спрашивать, какой источник информационный является для вас наиболее важным, вот, например, в области новостной, политических новостей, тут до 84% называют телевидение. Будьте трезвыми, уважаемые господа, относительно телевидения. Ну и там еще небольшой по поводу фейсбука. Это у нас, в Белоруссии, в Украине уже там контакт, уже в контакте он отошел в фейсбук. Ну это как бы государственное регулирование. Спасибо за комментарий и реплику. Я предлагаю, наверное, двигаться немножко дальше. Если именно на эту тему, на тему топов есть какой-то комментарий, то я тогда предлагаю там как-то подать мне сигнал, кто готов и хочет сказать. Нет? Двигаемся дальше. Мы сейчас поговорим о том, что сейчас в настоящее время делается в нашей стране. Вот. Я хотела бы передать слово Тамаре Мацкевич из Товарыства Белорусской школы. Сейчас мы снова... Да, я только прокомментирую, что, ну, хочется не просто констатировать, ай-яй-яй, как у нас все плохо. Хочется искать выходы, хочется искать пути. И вот поэтому, да, сейчас те люди, которые уже что-то делают. Дякую великой. Как мне займать час, я почну с трех тезисов. Первый тезис, когда мы говорим про информационные войны, или теперь, кажусь, больше операцию уплыва, на массовую свядомость, мы кажем про меди. На самой справе есть три равнозначные силы уздения на массовую свядомость. Гэта меди, гэта адукация школа и гэта массовая культура. На жаль, мы не часто у нас гэта выпадает. Так, як я займаюся адукацией, я спынюсь больше на роли адукации. Якая тут ёсць проблема? Школа у нас формуе карцину света, першостную карцину света. Нейропсихологи и специалисты навыковцы у коммунікациях, Франак, вядаць, ях вучыў, калі вучыўся ў сваіх универсытэтах, яны кажуть, што, калі мы сформавалі карцину света, пераформовуць ёсцея вельмі цяжка альбо немагчыма. Гэта теория фреймов и так далей. І больш затое кажуть, што контрпрапаганда яна не дзейнічая, яна узмыцняя прапаганду, яна дзейнічая на нас саміх, а не на таго, каго мы думаем. Вось чаму для нас важна школа. Школа закладае вось тую карцину света. Тые патерны, тые стереотипы, тые фреймы, які немагчыма потом змяніць. Школа у нас керуюцца русским миром. Гэта факт. У школі вольно працуюць РПЦ, казаки, нодаўцы пад виглядам здоров'я збергальнах технологій, яны проводзіць прапаганду. Яны закладаюць тую карцину свету, якую нам потом немагчыма што з ёй зрабіць. Вось я некаторые патерны сабе тут выписала, те фреймы, які закладаюць школа. Моцная дзержава, моцная рука, гэта добра. Беларусь, гэта не Европа. Евроатлантичная цивілізація, гэта не пра нас. Хлопчик, гэта будучи воен. Мы усе залежны от дзержавы. Расія наш брат, Европа, Америка, чужий свет. Усё національна гэта шкодна. Националізм ў падручніку Новіка, напрыклад, падаецца разам с фашизмом альбо с окупаціей фашизкой. Менавіта так не формувалася идентичная. Усё беларускай другасортная. Русская література выкладаецца і русская мова як родная, а не як замежная. Ну і у идеалі, такі ідеальний випускник беларускай школы, это послухмяний, пасівний такі савок с повной отсутністю національної идентичності і критичного мыслення. Дякую Богу, ідеалі недосягальні. На кожному родительському собрані вони говорять, ваш ребёнок хороший, як він нам не мешає. Да, послухмяний, безініціативний, ніякий, ніякий. Потенційний, да, потенційний, я вже скончила, зараз я хутінько, да. Що у нас за ситуація? Що вось така ситуація? Що ми як товариство беларускай школы робимо? Ми почали працювать з наставниками, як з тымі людьмі, які лепші мультиплікаторы веду. Наставнікова навучыць немагчыма, можна їх навучыць, вучыць, за цей, таде не самі навучыцца. Вось гэтая праблемы. Праблемы, што реформы у нас не було, школа немає пропісаны меты, таму крытычная мыслення, так сама тяжка ведаеці на любовной лірице яго выхаваць, таму, што ну серйозная темы табу, формальны падыход, медеедукація нема усеццзаняткаў, мы вынышлі свой метад, што мы наставнікам прапанувам інтэграваць ў свой прадмет медеедукацію, развіцьо крытычнага мыслення. Ну, міністр коммуніст, дзюгановец, і так далей, давайте далей, это понятно. Цікаво, што англійську мову ведае толькі пяць парцэнта выпускніков. Гэта вельмі цікавый такі пункт. Гэта вельмі цікавый пункт, мы лічам, што мовная компетэнція, гэта ёсць медеа інформаційная компетэнція. Калі ты не ведаеш англійську мову, хацяб, то ты не інформаваны, бо русская мовная прастора, яна скажонная, яна не адпавядае арыча існаці. Медеа адукація ў школі. Год нас праходзі ад 100 до 300 може члаек цяшка палічыць, колькі далічаюцца дэнас наставнікаў, які працуюць с 1500 3000 вучніў. На уроках мінавіта па мы разглядаем медеа адукацію не як абарону ад шкоднага інформація, а мінавіта як развіццо крытычнага мысління. Што за гэтый час 13-го года? Што мы адчуваем, што ёсць падтрымка педагагічны эліты. Тоець, тэі разумные наставнікі, яны за нас. Уже ёсць ўплыв на школьны програмы, ўже мінавіта медеа інформаційна компетэнція ўключыны ў програмы грамадознавства. Дзержава, так як іна думае, што медеа адукація гэта інформаційна технологія, пауэрпойнт, тра-та-та, то яны адкрылі 27 пляцовок, яшчэ адкрываюцца яны па іншаму крышчку называюцца. Но мы стараўся їх забезпечаць такімі падручніками, яку написалі наші наставнікі. Кап яны рабілі тое, што треба. Мінавіта працывалі на развіццу крытычнага Ну і дзякуй вам ўсевала за гэтую лічбу, яку я пачула, што 36 і 7 дзясятах працэнтаў или 9 дзясятах працэнтаў молоді разглядаюць інтернет, як сродок адукація, їм падабаецца вучыцца, больш трасіны там вучыцца. Таму наставнікі вырыслі до такой ступені за гэтай гады, што рішылі, што нам што-то рабіць, і мы зрабілі масаві вэты МООК Мэссив Оупен Онлайн Курс для наставнікаў, і зараз будзім рабіць для падляткаў, калі якбы ўсё будзе добра. І бынікі, глядзіцца, што атрымалася. Те людзі, які ў нас праходзіли, навучаліся на курсі, ў нас кунс, электронный курс падтрымка. Гэта не то, шо там прачытаў, раставіў гачыкі. Гэта наставнік атрымлівае задання і выконвае яго разом са сваім класам, с батьками, с калегами, вось мінавіта гэтае задання па развіцю медеапісьменнасті. І нам сказалі, што крытычная мысління паспраяла 95% вучніў мінавіта адзначылі, што наставнікі адзначылі, што ўіх ёсць гэта моцна паўплыва на развіцю мінавіта крытычных амысіння. Єсь інформація о том, как ваўще в другіх постсавецкіх странах гэта все работала, да? Как Украина, например, вот што они делали і што в итоге може быть какая ситуація січас ў нас? Ну падэта все мы панімаем развитие медіаградности, грамотности среди молодёжі. Я правильно понимаю, да? То есть любая страна в принципе должна это понимать, особенно постсавецкая, так понимаю, там, где информационное пространство, оно такое рыхлое, гибкое, границы. Я сразу скажу, что любая страна может быть и должна, но постсавецкие не очень-то хотят это понимать и ждать, что государство вдруг начнёт понимать, решит и пойдёт и переделает школьные программы и так далее. Примеры и Украины, и Армении, и Молдовы показывают, что так не будет. Инициатива всегда идёт от НГО, инициатива всегда идёт от медиа, и инициатива очень часто идёт при поддержке скажем так западных игроков, которые в том числе заинтересованы в том, чтобы критическое мышление на нашем постсоветском пространстве развивалось. Я бы даже сказала, что когда Юля вначале сказала, что она пошла от печки, я думаю, что Советский Союз это далеко не от печки. Всё началось где-то со времён первой газеты Петра Первого и того вдолбленного в массовое сознание имиджа медиа как проводника единственного правильной государственной информационной политики, оно где-то вот там началось. И изменять это очень сложно, но тем не менее возможно. И примеры, которые я хотела бы показать наших коллег, наших партнёров из Украины и Армении показывают, что в принципе да, начинать действительно нужно с детей, со школы. Я бы даже сказала, что то, что начиналось со школы тогда, сейчас может быть не совсем актуально, сейчас может быть нужно начинать вот с Александрой. С детского сада, да? Да, у меня ребёнок, которому тоже четыре с половиной года, и я понимаю, что она активный пользователь, а YouTube и всё, что с этим связано, эти дети уже очень хорошо понимают, осознают, и они находятся в том же самом информационном пространстве, про которое уже коллеги говорили. Что делали в Армении, что потом имплементировали в Украину, и в конечном итоге сделали мы в Беларуси, мы все вместе начали с детей и начали с того, что называется геймификация, попытались сначала армяне, потом украинцы, а потом мы поиграть с детьми в такую игру, которая называется медиазнайка, мы её это украинский вариант, есть белорусский вариант на сайте медиакритики, есть армянский изначальный вариант, в котором мы предложили детям, собственно говоря, попробовать создать свои газеты, свои радио, своё телевидение, и играя вот в эти темы озвученные, мы предлагали им узнавать, что такое новости, какими они должны быть, что такое манипуляции, как их узнавать, как их распознавать, и, собственно, как с ними бороться, и мы делали эти проекты во всех трёх странах ради такой одной простой мысли, помощи тем самым учителям, педагогам, которые смогли бы на своих уроках в поддержку тем проектам, которые они уже создают, ещё поиграть с детьми вот в эти вещи и услышать от них какую-то обратную связь, реакцию. Я прекрасно понимаю, почему детям это нравится, то, что делаете вы, и то, что делали здесь. На самом деле, мы даём детям возможность наконец-то высказаться, проявить инициативу, быть критичными и не бояться выходить за рамки озвученных школьных программ, и это всегда интересно, это всегда им полезно, и в принципе отзывы об этом проекте, который мы делали, они были довольно положительными во всех странах. И в Беларуси, насколько я знаю, хотя, конечно, в Беларуси мы меньше слышали о учителях, это и в Украине, и в России. Но кроме того, чтобы делать эту игру, мы на самом деле в медиакритике перенимали опыт наших коллег из Украины и делали другие вещи, мы делали инфографики, которые тоже предлагали варианты, возможность людям получше понять, что такое манипуляция, что такое фейковые новости, как их отличать от нефейковых, как проверять информацию. Все эти знания, те, которые нам, собственно говоря, никто никогда не давал, которые сейчас нам очень нужны и взрослым, и тем более детям. Поэтому, если говорить про эти опыты, то они были направлены на детей, но потом их, в принципе, мы имплементировали и для взрослых людей, и в том числе и на коллег-журналистов, которые также нередко ведутся на фейки, на в общем-то недостоверную информацию. И в последние дни как-то опять все это очень сильно активизировалось. И, конечно, ждать, что прям после таких штук все сразу начнут быть очень сильно медиаграмотными не приходится, но тем не менее какие-то результаты от подобных вещей, которые делают мы и другие коллеги, я думаю, что все-таки есть. Хотя бороться с этим общим информационным влиянием только за счет геймификации игр либо каких-то таких точных вещей, я думаю, что все-таки это проигрышная стратегия, и порой нужно просто иногда что-то запрещать. И что еще можно? Я очень коротко дополню, раз уже зашла речь, спасибо о фактчекинге, о журналистах, что мы увидели, мы провели несколько таких открытых лекций и мастер-классов именно по фактчекингу, увидели, что есть очень большой спрос, есть конкурс, и что очень приятно, что конкурс, на конкурс подается как журналисты негосударственных медиа, так и государственных. И в следующем году мы планируем, если все хорошо сложится, у нас будет Беллинкэт, такая школа по фактчекингу, Беллинкэт, это одно из самых известных мировых расследовательских агентств. Я предлагаю продолжить тему, передать Марине микрофон. Мы хотели еще сегодня поговорить о том, что вот кроме того, что сейчас делается в планах, что вообще можно было бы сделать, то есть как вы видите ситуацию, как она могла бы развиваться, может быть какая-то аналитика и прогнозы, напомню, Марина Соколова. Ну, конечно, аналитика есть, прогнозы нет, есть тоже, конечно, да, но прогнозы вещь такая, то есть вот он есть, а вот его и нет, потому что уже наступило прогнозируемое время, а ситуация развивается совершенно иным способом. Но прежде чем о чем-то таком говорить, я хочу сказать, что меня удивило в сегодняшнем разговоре. В сегодняшнем разговоре меня прежде всего удивило, что никто не сказал, во-первых, о свободе доступа к информации, и никто не сказал о необходимости плюрализма источников информации, никто не сказал о том, что такое журналистика сейчас и как журналистика изменяется в цифровом мире, она очень изменяется, и что такое доверие к тому, что мы сейчас называем масс-медиа. Потому что глобально на самом деле существует очень серьезная проблема, которую многие ее формулируют следующим образом. Вот те институциональные СМИ, которые организованы в формате редакции, редакционной политики и прочее, они не жизнеспособны, более того, даже надежды на то, что вот эти институты, средства массовой информации приспособятся к тем изменениям, которые будут происходить технологически, они не работают. Это, кстати, прогноз, который проводил голландский фонд журналистики в 2015 году. Они прогнозировали четыре сценария того, как будут выглядеть новости журналистики в 2025 году. Так вот, они сказали, и, кстати, некоторые журналистские круги в США тоже так считают, что будут работать в будущем только те информационные источники, которые уже строятся вокруг тех каналов, по которым распространяется информация. То есть они будут строиться вокруг социальных сетей, они будут строиться вокруг Твиттера и чего-то еще, что появится в будущем. И в этом смысле на самом деле вот я сейчас, наверное, буду говорить немножко совсем не так, как говорилось до этого, совершенно неважно, чья это сеть, ВКонтакте, Одноклассники или Фейсбук. Важно, как вы работаете, причем не в смысле контр-пропаганды, а в смысле того, каким образом вы добиваетесь внимания своей аудитории, каким образом вы обеспечиваете доверие тех людей, с которыми вы хотите работать, и каким образом вы предоставляете им информацию, которую они хотят знать. Тут я бы перешла, я немножко сумбурно говорю, потому что все, что я говорю, это как бы такие комментарии на то, что было до этого. Потому что если говорить о цифровой грамотности, не медиограмотности, потому что есть разные точки зрения. Некоторые говорят, что медиограмотность понятия шире, чем цифровая грамотность, другие говорят, что цифровая грамотность шире, чем понятие грамотность, но для нас эти терминологические нюансы не совсем важны, но что интересно, во всяком случае в том дискурсе, которые строятся вокруг цифровой грамотности, обращают внимание, первое и самое основное, что определяет грамотного человека в цифровом мире, это то, что человек понимает, что ему не хватает достоверной информации. Не тогда, когда он что-то где-то читает. То есть не тогда, когда он вот эти вот новости, которые кастомизируются и, казалось бы, по ему требованию ему получаются, благодаря алгоритмам, изучению аудитории или чему бы то ни было. А когда он понимает, что информации недостаточно, что нужно искать эту новую информацию, вот с этого момента и начинается медиаграмотность. То есть вот этот момент рефлексий чрезвычайно важен. И в связи с этим я бы предложила вот такое упражнение в критической рефлексии, так на своем собственном примере рискну, потому что мы сегодня увидели очень много цифр. Цифры — это вещь такая чрезвычайно соблазнительная. Нам всегда кажется, что вот посчитали, значит, описали ситуацию. На самом деле самое серьезное начинается после того, как мы уже увидели эти графики. И опять возвращаясь к доверию аудитории, опять же, в мировой практике говорят, каким источникам доверяют, как вообще сделать так, чтобы тебе доверяли. Нужно делать прозрачными свои источники, нужно четко фиксировать, откуда ты получил эту информацию. И на основании чего ты интерпретируешь эту информацию. Потому что, например, вот сегодня, когда… Я хочу сейчас, чтобы коллеги меня правильно понимали, то есть это не критика того, что они говорили, это исключительно упражнение. — А в одному мне хорошо, это точно не критика. — Да. Нет, но и всем остальным это абсолютно не критика тоже. Потому что когда мы, например, говорили о процентном содержании новостей в определенный период времени, но мы совершенно не говорили о том, что происходило в мире в это время. То есть и поэтому вот это вот процентное содержание, оно ведь во многом… Понятно, что медиаресурсы формируют наше представление о том, что происходит в мире. Понятно, что профессиональная журналистика занимается прежде всего тем, что она определяет то, что важно, а то, что не важно. Но тем не менее, для того, чтобы интерпретировать хоть каким-то образом то, что происходит, то есть все равно мы должны понимать, что же в это время происходило. Дальше, когда мы говорили о том, что читают там. Смотрите, у нас было… Вот там слайд был. Белорусские государственные СМИ, белорусские негосударственные СМИ и российские СМИ. У кого-нибудь возник вообще по этому поводу вопрос? — Ну, понятно, нет единственных критерий. Дело не в единственных критериях. Дело в том… Дело совершенно верно, но дело в том, что, во-первых, в этом исследовании не было проведено это различие. И самое важное, что в аудитории… То есть я так примерно посмотрела, да? Вот поднимите руку, пожалуйста, кто на это обратил внимание? Раз, два, три. Три человека, да? То есть тоже один важный момент. Еще один важный момент. Когда нам говорили о том, что… Вот тот слайд, где большинство молодых людей… То есть то, что считают, что популярно у всех, да? И то, что популярно… То, что важно для меня лично. Значит, нам дали однозначную трактовку «Молодые люди-индивидуалисты». А я бы сказала, что, может быть, это вообще кризис идентичности какой-то, да? То есть молодые люди не очень понимают, с чем и с кем себя ассоциировать. То есть у нас вообще можно думать, что какая-то такая не сложившаяся молодежная культура. То есть это может быть тоже обычная ошибочная трактовка, безусловно. Но тем не менее, то есть вот когда мы смотрим на цифры, мы вот просто… Они нас гипнотизируют, да? Нам кажется, что за этими цифрами стоит тотальная правда, а за этими цифрами стоит очень серьезная проблема. Что-что? Да, критическое мышление очень важно, но важно еще также понимать все-таки, что это такое. Потому что, опять же, здесь прозвучало высказывание по поводу того, что критическое мышление – это то, чему можно научить, как кататься на велосипеде один раз и навсегда. Но мне кажется, что это наивно на самом деле. Особенно вот что касается цифровой грамотности, то теоретики, то есть те, кто сейчас говорит о цифровой грамотности, утверждают, что цифровая грамотность – это как раз-таки не тот… Конечно, ее можно, как Еврокомиссия сейчас свела, свести к пяти компетенциям и их ранжировать по восьми оценкам и все. Но на самом деле очень многие теоретики считают, что цифровая грамотность – это понятие динамичное, потому что она меняется взаимосвязи от того, как развиваются средства технологические, благодаря которым мы получаем информацию. И умение цифровой грамотности, на самом деле, один из важных компонентов – это умение искать, объединять разные источники информации. Вот мы когда говорим, вот смотрит телевизор столько-то, а в социальных сетях столько-то, там какая разница? Главное, чтобы люди, которые смотрят телевидение, которые в социальных сетях, которые читают какие-то ресурсы, умели эти источники информации объединять, оценивать и делать какие-то, ну, по крайней мере, актуальные для них выводы. В общем-то, что касается будущего журналистики и того доверия, и, кстати, интересное тоже вот в этом голландском форсайте, когда они предполагали о том, каким будет будущее журналистики, они, конечно, выявляли вот эти вот новые тенденции. И что интересно, что, оказывается, для молодежи совершенно не важна вот эта вот институциональная журналистика, вот это вот там правдивые источники. Они считают, что сети социальные – это своего рода самокорректирующиеся механизмы. И в социальной сети так много людей, что так или иначе, вот та информация, то, что происходит на самом деле, все-таки будет известно. И я должна сказать, что некоторые, ну, во всяком случае, я знаю некоторых американских журналистов, которые говорят о том, что когда происходят действительно какие-то критические события, то они скорее ориентируются на твиттер и на социальные сети, а не на те статьи, которые предоставляет качественная журналистика с проверенными там ресурсами и так далее, потому что вот эта вот самокоррекция социальной сети и непосредственной информации, она, в общем-то, чрезвычайно важна. То есть в сухом остатке, вот что бы я хотела сказать, что в цифровом мире очень важно думать прежде всего о свободе доступа к информации и о множественности источников информации, потому что если источников информации будет много, там, конечно, существуют другие проблемы, да, поток информации, в котором мы не можем ориентироваться, отторжение информации и так далее, но это уже немножко другие механизмы, но пока у нас нету плюрализма источников информации, на самом деле, в общем-то, мы не можем говорить ни о какой возможности получения хоть сколько-нибудь достоверной информации, которой мы можем доверять. Второй элемент – это то, что традиционная журналистика, она меняется, она останется, но останутся, но будут какие-то другие компетенции. Например, в этом голландском форсайте речь идет о том, что, возможно, будут, что журналисты профессиональные скорее могут стать кураторами, не цензорами, а кураторами, помогая находить вот эти вот источники информации и их сопоставлять. Что, возможно, будут журналисты, которые умеют создавать локальное сообщество, информировать. Возможно, будут журналисты, которые могут инициировать и качественно проводить какие-то дискуссии. Плюс они говорят, что и журналистское образование должно качественно измениться. В том смысле, что важны будут, во-первых, вот эти навыки, некоторые из которых я назвала, и, во-вторых, очень важна будет экспертиза журналистов в какой-то определенной области. То есть человек, вероятно, да, вот они простраивают такой сценарий, что человек, вероятно, будет вначале специалистом в какой-то области, и затем уже он может стать куратором, потому что у него есть вот это вот качественное экспертное знание. Ну и, наверное, по поводу вот большого объема цифр. Да, вот есть такая книга, которая называется «Сигнал и шум». И в ней как раз-таки речь идет о том, что чем больше информации мы имеем, тем… Я, кстати, опять же противоречу себе по поводу плюрализма источников информации, но тем не менее. Чем больше мы информации имеем, тем больше опасность того, что мы незначительный шум можем принять за существенные сигналы. И иногда, когда приходится принимать важные решения, вот ключевым человеком может быть в будущем станет человек, который в состоянии из этого информационного шума выделить набор сигналов, который действительно нужен для принятия решения в той или иной области или для качественного освещения того или иного события. Но вот этот последний тезис, он крайне спорный, вот поэтому я приглашаю к опровержению его. Вадим, может быть, вы? Да, в правильную сторону, да. Вадим Можейко, я тоже попрошу проанализировать ситуацию, посмотреть действительно, что еще можно сделать, есть ли какие-то мысли. Да, спасибо. Я постараюсь действительно сконцентрироваться на том, что можно сделать, потому что, да, вот легко, как сейчас я обсуждаю в Фейсбуке, ему легко сказать, о боже, я хочу развидеть эти картинки там, где такие вот лидеры мнений. Мне хотелось бы поговорить о нескольких каких-то поинтах, которые, мне кажется, мы все в основном делаем, мы все, как медиа, делаем неправильно, которые, если мы будем делать по-другому, в том числе мы сможем, как у нас было заявлено в заголовке, вернуть вот эту самую аудиторию, которая куда-то уходит и ищет что-то другое. И по-многому то, что я буду говорить, оно, потому что у нас открыт сайт пресс-клуба, по листам чуть-чуть вниз, где-то моя статья. Оно базируется на конференции «Медузы», на которой я был уже позапрошлую пятницу. Поэтому, да, если кому-то будет потом интереснее, можно подробнее в ней прочитать. И, наверное, первый момент. Мы пишем много, много букв. То, как мы пишем и те, какие стандарты есть у нас сейчас, это действительно совершенно не то, что подходит под стандарты медиа потребления молодежи. И здесь важно перейти от стадии того, когда медиа сокрушаются, что вот люди не считают, они считают только первую часть, перейти на стадию «что с этим делать?». И мне еще не нравится опыт американского стартапа Axios, которые пишут, заметьте, не короткие новости, они пишут аналитику размером на один экран смартфона. Заголовок, картинка, текст. Если что-то очень нужно подробнее, они ставят примерно в среднем 150 слов, можно кликнуть «смотреть больше», но в целом можно вместить аналитику и указываться на экран смартфона. То есть это уменьшение шума вот этого, да, как раз. Попытка говорить с той скоростью, с какой говорит твоя молодежная аудитория. Это трудно, безусловно, это гораздо легче сказать, чем сделать, особенно когда ты садишься писать текст сам, но, возможно, к этому надо стремиться. И, как я пишу в материале на сайте пресс-клуба, что, возможно, мы все уже поняли, что измерять объем материала квадратными сантиметрами на газетной полосе, что это из прошлого века. Возможно, нам надо понять, что измерять его тысячами знаков – это из той же оперы. Второй пункт – это то, не то в каком объеме, а то, про что мы пишем. Здесь, опять же, мне хочется процедировать то, что говорил главный редактор BuzzFeed News. Плюс, если мы спросим старшее поколение, что интересно молодежи. Они скажут, что молодежь распустилась, им интересно, да, тупая, им интересна всякая ерунда, какой-то шум, какая-то гадость, какая-то тамбузовая и все. Но при этом, если мы начинаем выяснять, какие темы действительно молодежь медиа волнует, то оказывается, что эти темы есть. И вопрос в том, как освещая эти темы и как не стесняться писать в каких-то вещах, которые нам могут казаться ерундой, отношения с друзьями, отношения в школе, проблемы буллинга в школе, например, насилие в разных формах. Как освещая эти темы, в том числе упаковывая в такие форматы, как можно затронуть какие-то вопросы, которые нам кажутся важными. Третья часть, еще в продолжение вот этой второй, идти навстречу этой аудитории. Эта часть, казалось бы, довольно очевидная, но тем не менее мы ее много и часто игнорируем. Франк и Вайт, Франк как раз радио «Свобода» в этом плане хороший пример. Это идти на те платформы, где молодежь. Нельзя пытаться ввести, например, социальную сеть, выкладывая туда анонс своей новости из надежды, что молодежь сейчас кликнет на нее и пойдет на читать. Нет, не пойдет. И для каждой соцсети это может быть по-своему. И это, кстати, касается не только молодежи, точно так же это касается, вот то, что тоже было у Франка в слайдах по поводу старшего поколения, по поводу одноклассников, того, сколько людей, каких-то общественных деятелей, политиков, брендов, которые в том числе считают, что старшее поколение есть их аудитория, сколько из них в этих одноклассниках работает и как работает. И то же самое касается работы в Инстаграме, и что это далеко не только выложить красивые картинки и надеяться, что, значит, сейчас все кликнут и пойдут почему-то в сторону твой сайт по ссылке в профиле. И, наверное, четвертое. Я сегодня решил, раз надо окончательно подчеркнуть разрыв с молодежью, написать свой конспект на бумажке, чтобы молодежь точно уже не сделала бы. Да, и четвертое. Четвертое – это YouTube, с которым на самом деле все только начинается, потому что сегодня в YouTube есть контент и популярный контент. Здесь как раз мы видим обратную ситуацию. Здесь как раз он есть для молодежи. Мы тут обсуждали с Натальей и детских, совсем маленьких видеоблогеров. Возможно, вы читали, но тогда было прекрасное интервью какого-то парня, который учится в колледже где-то там в Бресте или под Брестом, у которого там 400 тысяч подписантов на YouTube. Какие-то потрясающие результаты, которому там 13 или 14 лет было. Но если мы пытаемся посмотреть на YouTube, а уж тем более в белорусском YouTube, то к вопросу того, какой страны контент, там гораздо сложнее найти материалы, которые посвящены в том числе, казалось бы, самой интересной платежеспособной вроде бы аудитории, то есть как раз среднему поколению. И уж тем более это будут какие-то совершенно редкие материалы, интересные по поводу, я помню, опять же, медиапотребление, когда Медуза писала про какого-то видеоблогера-пенсионерку, и это было инфоповодом. Конечно, видеоблогер-тинейджер ни для кого не инфоповод. Если это становится инфоповодом, это, в общем, пример того, насколько ниша свободная. И, безусловно, все это очень перекликается с тем, почему этого нет. Это все вопрос рынка. И можно себе представить, если вот на конференции в Москве даже Юрий Дудь жаловался, что значит в Америке надо гораздо меньше просмотров, чтобы заработать деньги, а в России гораздо менее платежеспособен бизнес, и мне так интересна эта аудитория, то тем более мы понимаем, какой масштаб доходов может быть в Беларуси, а, естественно, если у тебя меньше дохода, и ты не можешь столько инвестировать в создание контента, его продвижение и так далее. Поэтому, мне кажется, здесь ситуация может измениться, в том числе, благодаря вот таким интересным исследованиям, которые мы сегодня видели, когда, собственно, рекламодатели будут видеть, что да, то поколение, которое приходит следующее, оно уже сидит в Ютубе, оно этому доверяет. Там был какой-то, по-моему, отличный слайд как раз про мой тезис насчет того, не только что они смотрят чаще Ютуб, а о том, что в целом Ютуб, сериалы в интернете, вот этот тип потребления контента им сейчас близок. Поэтому, если работать с ученым вот этих вот как минимум факторов, то можно в том числе и преодолевать эти трудности, и аудиторию возвращать, и все это возможно. Поэтому в том числе важен момент, когда бизнес будет видеть такие исследования, и когда бизнес будет понимать, что да, это те каналы, где ему интересно инвестировать в рекламу. И я подозреваю, это будут очень взаимосвязанные вещи. Вот такие мои основные тезисы. Спасибо. Спасибо, Вадим. Спасибо. Да, я прошу сейчас высказаться еще коротко экспертов, кто, наших спикеров, кто хочет высказаться на тему, что можно сделать, и вообще аналитика по поводу. Марина, пожалуйста. Давай, а то, получается, всех раскритиковали, кроме меня, это нечестно. Вот сейчас. Да. Но я на самом деле хотела обратить внимание вот на что. То есть мы все, и я в том числе начала об этом говорить, говорим о молодежи. Но мы абсолютно забываем, что население стареет в Европе. И когда мы говорим, предположим, о нынешних 50-летних и даже 6-летних людях, это Билл Гейтс, это Тим Бернерсли, то есть это те люди, которые в общем-то создавали абсолютно ту среду, в которой мы живем. Но как бы это шутка, но на самом деле нормально было бы изучить предпочтение точно так же людей, я не знаю, 45+, потому что, в общем-то, они тоже являются пользователями. И еще один такой, ну немножко курьезный момент, потому что когда вот дискурс вокруг медиаграмотности, цифровой, информационной грамотности начинался, то в 70-е годы, то есть первый термин, который в этой связи возник, это был термин видеограмотность. И он касался как раз-таки умению правильно читать видеообразы и понимать там, что за ними стоит, так что круг замкнулся. Я думаю, да, да. Так не так уж критично получилось, нормально. Спасибо, я прошу, да. Давайте пооченьку. Я хочу заметить вот эту вот историю про вернуть аудиторию. Мне кажется, мы ее не вернем. Вопрос про вернуть вообще сейчас не стоит. Вопрос, как к ней прийти, куда к ней идти, с чем к ней прийти. Да, тут я с Вадимом соглашусь. И во что упаковать то, что нам нужно. Мне очень больно слышать про то, что медиа там, ну, к 2025 году совсем с ними все как-то будет печет. Я думаю, что традиционные институты, ну, на мой взгляд, да, если мы говорим про прогнозы, они, безусловно, изменятся, но не умрут, да. Уже сейчас традиционные институты с их традиционными редакционными политиками и всем остальным, они показывают отличные примеры того, как взаимодействовать с теми аудиториями, которые сейчас находятся в других местах, не на наших сайтах, не покупая наши там печатные издания, не смотря телевидение или смотря его в меньшей степени. Думаю, что Радио Собода здесь очень хороший пример того, как они работают с социальными сетями. Да, вернуть никого не получится, идти за ними нужно, говорить нужно как можно более простым и понятным языком. Очень важно слушать и слышать, что интересуется, что волнует этих людей. Хочу еще заметить момент про цифры вы говорили и про то, как по-разному молодежь отвечала на то, что их интересует и что интересует молодежь. У меня есть еще одна гипотеза, что смогло случиться. В общем-то, эти люди, как и все, и как и люди более старшего поколения в других исследованиях, здесь был Михаил Дорошевич, я думаю, он подтвердит. Часто, когда задают подобные вопросы, что интересует тебя и что интересует, скажем, представителя твоего поколения, твоего социального статуса или чего бы то ни было, они дают социально приемлемые ответы. То есть это были те ответы, которые с их точки зрения были бы одобряемы другими важными для них социальными группами. Родителями, учителями, кем бы то ни было, людьми, которые говорили им, ну да, ты должен интересоваться обучением, книжками, чем-то таким важным. И поэтому, да, я интересуюсь, они говорили, но при этом люди моего поколения интересуются совсем другими вещами, гаджетами и тем, что там было перечислено. Поэтому как бы очень сильно наставить на том, что эти люди такие молодежь индивидуалисты, которые ничего не хотят и ничем особо не интересуются, я бы тоже так не сказала. Есть у них довольно много интересов важных, тех, которым и просто важно их услышать вовремя там, где они их обсуждают, и вовремя предоставить им тот контент, который будет им вкусен, полезен, интересен. Но и который будет отвечать, конечно, и тем нашим задачам, которые мы перед собой ставим. Спасибо. Я прошу передать микрофон Наталье. Я хотела еще прокомментировать по поводу отношения к молодежи и ее медиапотреплению. Ну, не первый же год это все обсуждается, и мне радует, что тональность обсуждения поменялась, потому что раньше писали как. Молодежь функционально безграмотна. Боже, они не читают лонгриды, они не читают бумажную прессу, они не читают книги, вообще ничего не читают, кроме клиповое мышление и так далее. То есть все это было в негативном ключе, с негативным таким подтекстом. И мне радует, что сейчас об этом пишут как о другом виде. Ну, и так тоже пишут, но и часто просто есть констатация того, что это другой способ мышления, другой способ медиапотребления, и с этим нужно что-то делать, в смысле нам нужно что-то делать, им нужно переделаться в правильный вид медиапотребления и быть как мы, как более старшее поколение. Вот, это дает надежду. Мне нравится, что обсуждение идет именно в таком ключе. Спасибо за реплику. Я бы хотела спросить у Михаила Дорошевича, есть ли какая-то у вас реплика и комментарий, так как вас уже раскрыли, что вы здесь находитесь, засветился. Я тогда прошу продолжить. Ну, я бы еще хотела, видите, что сказать, вернуться до темы нашей дискуссии, как вернуть до белорусских медиа и белорусских аудиторию. Что делают шведы? Шведы укладают, медиа шведские укладают 4% до 4% своего прибытка у адукацию. То есть они выховыць себе грамотного спежуца, який будет формовать на их же рынок запотребованности якосной журналістики. У нас это, зрозумело, нереально. Тому нам треба всем думать про выхование грамотного медиа, грамотного, не только медиа, а еще человека с каштовностями, у якого были потребы у якостных медиа, у медиа, которые працуют по стандартных журналістских стандартах, заховывают этичные нормы и гэтак далей. Бо мне здаётся, что уже вось гэтае правило 6С и 1Г – это секс, скандал, слёзы, смех и гроши, и он уже для молодей не так працует, бачите, и на разумнейшее у нас расте. Значит, нам треба самим подстраиваться под тое, что у их иншая каштовности, у их лепшая каштовности, чем у нас. Яны у гэтага покаления Z мы сегодня убачили. Таму и каштовностный фильтр – это ёсць той фильтр, об якою там разбивается пропаганда, об якою разлетаются вось гэтае вось все структуры. Таму я ще раз подсумую, что нам треба всё ж таки звертаць на каштовности, и медиа павинны отказывать на пытанні нашого. Не подстраиваться под хайпы, хейпы, или як яны называюцца, а отказывать на сурьёзныя пытанні нашого громадства. Дякую. Я очень благодарна коллегам за комментарии, и я хочу отрефлексировать немножко на комментарии Марины, которой я особенно благодарна за её комментарии. Они нашли у меня отклик. Я читала это исследование. Я что хочу сказать, что из-за технологий сама информационная среда и медиапотребление развиваются настолько быстро, что, конечно, никакой прогноз не успеет оправдываться. Среда уже опять поменялась, технологии поменялись, и вступили в силу какие-то новые тренды. Но что мне кажется важным? Да, я абсолютно согласна, что вот это медиакураторство – это будущее. И более того, это уже происходит. Самые лучшие, самые профессиональные в мире медиа сегодня уже это делают. New York Times, например, это реальные. Сегодня куратор в мире информации для своего читателя. И хотя имея там огромный пул своих журналистов, они тем не менее мониторят всё информационное поле и для своего читателя являются таким куратором. Да, и в эту тенденцию я верю. И это говорит, что надо дальше развивать это направление. Мне кажется, оно будет развиваться. И медиаграмотность через него тоже будет приходить. Я не верю в тренд умной самообучающейся сети, потому что, возможно, в целом, в каком-то конечном результате она очень умная. Но поскольку это всё процесс, и каждый участник присоединяется на каком-то коротком моменте, то в каком моменте он присоединится и что именно увидит, чаще всего это… Он увидит свой бабл. Да, он увидит свой бабл. И на самом деле шансов, что он за него выйдет, не очень много. И сегодня все бьются над этим. И мы наблюдаем сегодня что? Что вот так вот, уйдя сегодня за своими читателями в мир социальных медиа, идёт возврат к тому, от чего мы ещё 2-3 года назад так легко отказывались. И идёт возврат к тому, что своя лояльная аудитория – это очень-очень ценно. Что нам нужна не просто аудитория, а нам нужно сообщество. То есть люди, которые не просто нас читают, а которые с нами что-то делают, верят во что-то общее, взаимодействуют. И вот это тоже канал для медиаграмотности. И вот эти тренды к возврату к качественной журналистике, потребности в качественных текстах, мне кажется, что это тоже то хорошее, что происходит. Спасибо. Спасибо большое. Я тоже хотел чуть-чуть поддержать дискуссию по поводу медиакураторства. Это действительно очень востребованная история. Хотя бы потому, что для среднестатистического человека, самого обычного, это очень энергозатратная для мозга процедура, критическое мышление, анализ всей информации. Поэтому он нуждается в каком-то медиакураторстве. Но здесь есть вопрос по поводу того, о чём тоже Марина говорила, по поводу свободы доступа к информации. Ведь тот же Нью-Йорк Таймс и качественная аналитика сейчас переходят на модель платной подписки. И очень мало людей готовы платить, хотя зачастую по американским меркам Нью-Йорк Таймс более-менее доступны, понятное дело. Зачастую это не такие большие деньги, но у людей нет потребности. Нет такого спроса для того, чтобы эта вся история имела некий массовый характер. Поэтому он носит пока такой условно элитный характер. Этот же тренд есть и в России с таким медиа, как «Республика», например. Что касается основной части медиа, бесплатных, скажем так, то они находятся, особенно в нашей части мира, в постсоветском пространстве, они находятся в стадии борьбы за выживание. И это приводит к тому, что журналисты пишут заголовки реально не для людей, а для поисковых машин. Соответственно, да, то есть есть определенный конфликт между потребностями медиа, реально насущными потребностями жизненными, и необходимостью давать некую качественную информацию. Поэтому я поддержу тезис о том, что будущее за медиакураторством, как средством достижения медиаграмотности, но это должно быть в некоем более демократичном, скажем так, формате, то есть некая социальная сеть, в которой ты будешь получать информацию не ту, которую тебе там бренды, рекламодатели, алгоритмы там подсовывают просто на основе каких-то непонятных критериев, а там, где контент, лента, скажем так, новостная, она будет формироваться благодаря тем источникам, которым ты доверяешь, которым ты доверяешь делать факт-чекинг за тебя. Спасибо. Спасибо, интересная, да, как раз мысль. Сейчас вот получается у нас такая беседа вообще о возврате аудитории в медиа, и о национальной безопасности, и медиаграмотности. В общем, я слышу многое просто о будущем журналистики. Эта тема просто настолько многогранна. Есть что рассказать по поводу как? Бальзам на душу в усе гэтэ слова и усе гэтэ назеранне. Я пошли год, па угоду працую на Раду замяжнага вещаня США, и мне доводится працаваць, распрацовываць медиа стратегии для таких рынкау, як Китай, Йемен, Туркменистан, Узбекистан. Я вам скажу, што таких махчымастей, окея есть у беларуских медиа, цепер у нас махчыма не было никогда. Мы просто их недовыкарыстовываем. Тут говорка навыць не про вертанне гэтэ аудиторий, про завояванне гэтэ аудиторий, ба мы махчыма гэтэ аудиторию никогда и не мели. И только зараз мы пачынаем будаваць свою реальна присутнаць, з дольнасцю уплываць на ее погляды, будаваць довер, и патрымліваю, долучаюць до всіх сказанных словов. Саправды, молодць больш крытычна ставецца, чым дорослые люди у Беларусі, выхаваны у Сауку. И мы гэта бачым с досвяду Радою Свобода, и не только у Беларусі. Тые люди, які здаць в однакласніках, і не абсолютно легка купляюць на любые так званые фейки, і ми вельми легка маніпулюваць у дискусіях. Чому м'ядая письменность важна? Я у Вашенто не меў махчымасть сустрецца і задаць питання президенту Эстонії. І якраз говорка ішла, мы я спробували пераканаць, каб запустіць некий праект там, у Эстонії, тому ш там 40 до 40 проценту споживаюць російська етэлі бачэння кожны дзень. Она каже, не, мы не збираемся ничего запускать, і не збираемся нічого блякаваць. Я кажу, ну, украинцы ж заблякавалі, і вы бачыцца, вконтакці однакласнікі упалі, ата значць мая сэн скажу, не, ў нас вельми адукаванныя і медае письменныя людзі. Я не маюць гэтэ 40 проценту свае росейцы, але естонскі президент не баіцца, што гэтэлі жба выраццца, тому што остатня аудиторія адукаванна і здольня кратычна спромаць інформацію. Што мы не умеем? Мы не умеем адмавляцца ад старых звычаг, ад традиційных падыходаў, формаў. Мы настальгуем па коротках валявым вяшчанні, па традиційных телесюжэтах. А на сам рэч трэба выбраць тое, дзе мы больш ефіктывныя, інструменты соціальніх медеў, дыгітальніх платформаўна шмат таннейшія, чым клясычнае телебачыня, і па ефіктывнасті не могуць такую ж колькість аудиторій ахапіць, імець параўнальну тамлікуўплыв. Голас Амерыкі круцелі па беларускім телебачыня. На працягу нава двух гадоў. Гэта ніяким чынам не поплывала ні на іміч Амерыкі, ні на іміч Заходу ў велікай ступені. Тому гэтае телебачыня, але пытання, хто формуе парадаг дня, і негадзінная перадача на БТ. Вельмі важна такія два паняцці, на якія було табу сярод традиційных сурьозных медеў, інфотеймент і эдютеймент. Гэта сполучэння інформація і забавлэння, адюкація і забавлэння. Я думаю, што нам парада гэтага вернуцца, нема нічого гэтым кепскага. Як нема нічого кепскага ў тым, што называецца ботнээты і боты ў прынцыпе. Тому што гэта таксамый інструмент раз паўсюду. І ў Китаі нема ніякай праблемы. Уставэнні бсетак ботаў, ата не обовязкова тролі, для раз паўсюду навінаў, нормальнах навінаў, нормальна інформація. Просто гэты інструменты выкарыстовываюцца дыктаторамі, і мы ўх баімся експлюатаваць, паставіць на службу дабру. Эдютеймант неабходны, каб празэксплейнэры, праз простыя формы, тлумачыць складаныя рэчы. І не баяцца обудовывацца парадаг дня СМІ, нешта крамя навінаў, а мінавіта адюкацію. Тому што сучасна адюкація в Беларусі сваю функцію не выконывая. Ізмяніліся прайорытэты, ізмяніліся задачы для СМІ, для Радоў Свободы мы мэлі дискусію, і цэпер ў нас не стаїт задача інформаваць, як было ў 54-м годзе, калі айцы заснавальнікі Радоў Свободы ў Вашынтоне сваралі прайакт, а задача будаваць супольнаць. Тобак будаваць зваротную сувяць, выявляць гэты інтарэсы, знішчаць недаверы і дыстанцы. І вось літеральна пара дзён назад мы с сэточніками сабраліся, і мы абазначылі новае прайорытэты. І кожнае паўгоду мы абазначаў новае прайорытэты на развіццё. І зараз мы паставіле ў прайорытэт Вконтакці однакласнікі. Фейсбук ў нас на шостым мэсцць. Тому што Фейсбук на сам рэч, нема там каго пераконуваць. І гэта ў Фейсбук ўдзве бурбалкі, не буду спыняцца на тэх двух бурбалках, але ў Вконтакці однакласніках неверагодны потэнціял. У красавіку трафік з Вконтакці пера высі ў трафік з Фейсбуку радую свабода. Інстаграм зараз тварае 9% ўсяго трафіку сайту радую свабода. Мы робім па 10 сторис на дзень. Пятнадцать секундаў. Гэтае сторис праглядаюцца, і гэтае аудиторія ў тры разы більш затрымліваецца на сайці радую свабода, чым аудиторія прамая, ця аудиторія з Фейсбука. Мы говорим пра аудитору Інстаграму. Гэта сетка, яка саправдуе растя неверагодным чынам, і выховые нам гэту лаяльную аудиторую, якой мы ранее не мэлі. Тембольш відео на соціальніх сетках Фейсбуку праглядаюцца 12-13 секундаў ў серэднім, а ў Інстаграме 15 максимум. Ну і Вконтакці однакласнікі, чому мы многая не можам робіць, я тут буду завершаць, мы таксама дамовіліся прайняцца как сіому, што гэта пангельску «hostile environment» – «варожыя сяродзі». Таму што да 30% нашага контэнту баніць служба патрымкі. Всё, што пра Путіна, ўсё, што пра Лукашэнку, ўсё, што пра палітыку, яны не прапускаюць на рекляму, яны не прапускаюць беларускамоўну рекляму, яны не прапускаюць контэнт з лягатыпам раду ё свабода. І таму мы там безумовна больш даём соціальнага контэнту, але максимальна агрысівна і актыўна працуем за аудытори. І кідаем, закидываем їх с пасылками, лінками, бо мы ніколі не ведаем, калі нас там заблякуюць назаўжды, і мы страцім гэту аудыторію на досыць працяглый час. Дзякуй, великий зала. Такію. Да пуслі вас ўже просто нечего говори. Ну а вдруг што-то? Так, што-то ж надо сказать. Значит, такой разговор принял такой глобально-філософский характер. Вот, поэтому, как бы, будущее, чём будущее, да? Основной процесс, который происходит, это сверхтаргетизация, да? Овертаргетизация. Вот. В этом смыслі исчезає понятие целевая аудиторія. Вот, значит, я половину рубашек на себе порвал, когда говорил про рейтинги. Вот, что надо, значит, рейтинги не большие рейтинги вообще, а нужны большие рейтинги в твоей целевой аудитории. А сейчас целевой аудитории вообще нет, так сказать. Это показала компания, так сказать, по выборам. Вот человека, который из Сингапура сейчас приехал, вот, значит, Трампа, да? Вот. У нас можно эту фамилию называть? Там, да, там, как бы, там не было целевых аудиторий. Там был каждый конкретный человек. Вот. И конкретному человеку посылали название книжки, которую вчера прочитал Трамп, и посылали люди, которые знали, что этому человеку эта книжка нравится. А потом тут же, значит, посылали месседж название книжки, которую вчера прочитала Хиллари. Вот. И они точно знали, что эту книжку человек не любит. Вот. Поэтому, как бы, все, да, кураторство, вот, и в ситуации отсутствия целевой аудитории, вот, там на Олимпе будет не тот, кто хороший рейтинг идет в целевой аудитории, а тот, кто более креативен на абсолютно атомарном уровне. Вот если так предельно философски, так сказать. Спасибо большое. Очень интересно. Да. По поводу, можно методическое одно? Я тоже начинаю лекции свои со слов «Не верьте социологическим цифрам». Вот. И как бы студенты удивляются, я говорю, я вам говорю это как профессиональный социолог. Вот. Значит, очень хорошее исследование, свежее, да, такое ваше по поводу того, вот, как мыслю я себе сам с точки зрения его идеала и что такое идеал для моей социальной группы. Вот. И как бы интерпретация заключается в том, что это индивидуализация, хорошая интерпретация. Вот. Но как бы количество интерпретаций принципиально бесконечно, да, если мы на методическом уровне говорим. Вот. Что... А не будет так, если и другие, так сказать, возраста взять, то такая же разбежка будет. Вот. Поэтому, чтобы делать такой вывод, обоснованно, дигитально, применительно к молодежи, и быть предельно методически конкретным, нам надо сравнивать вот эту дистанцию не только среди младших, но, так сказать, и старших людей. Вот. Молодежь. Все время звучит молодежь. Вот. Молодежь. Медиа должны для молодежи сделать там вообще парадиз какой-то. Вот. Почему? Почему это такая суперцелевая группа? Почему молодежь мы считаем, как что-то такое самое важное, для чего должна, так сказать, должны работать медиа? Значит, представление о том, что двигатель изменения – это молодежь, это просто не соответствует реалиям того, что сейчас происходило. В этой аудитории не нужно перечислять, значит, примеры. Последний Brexit показал, что никакая молодежь… Brexit сделала молодежь, которая не пришла на участки. И вот эти цифры, которые мы получили, это никакое не общественное мнение на самом деле людей Соединенного Королевства, а это результат того, что молодежь не пришла. Вот какой двигатель перемен есть молодежь? Так почему медиа должны на них быть направлены? Если посмотреть по геополитическим ориентациям, то молодежь тоже не имеет таких уж проевропейских у нас и так далее, и так далее. Завершаю. Мой тезис заключается в том, что молодежь не есть главная целевая группа средств массовой информации. Там у меня еще было три тезис. А есть ответ, какая, если не молодежь? Ну, как бы, это ценностно созревшее поколение, которое является социально активным и достаточно автономным от того, что называется государственной поддержкой, как это у нас говорят. Вот эти люди. это не связано с возрастом молодежи и так далее. Поменялось. Да, в начале 1917 году как-то это было так. Сейчас уже другой. Двигатель уже другой. Поэтому это не есть основная целевая группа медиа. Спасибо за ваши замечательные... Я просто в Эстонии работал там. Они ничего не блокируют, не надо. У нас есть хорошая медиаграмма, совершенно верно, ты говорил. И нужно сделать совсем другую вещь. Нам надо найти то, что русскоговорящих эстонцев объединяет с нерусскоговорящими, с эстонскоговорящими эстонцами. Вот где фишка. И они находят ценностное единство людей разноязыкоговорящих. И это единство... Они вот креатив такой сделали. Мы вместе, на каком бы языке мы ни говорили, мы вместе страдали в советском прошлом. Все, проблема русского языка снимается. Нашли ценностное объединение. Это тоже такая чисто технологическая вещь. Спасибо огромное. И я, к сожалению, сегодня не оставляю блок для вопросов из зала, потому что мы исчерпали благодаря вот этим прекрасным спикерам и большому их количеству и многогранности этой темы. Мы можем просто сидеть здесь до 12. И я просто скажу, что... Нет, мы не можем. Мы в следующем сезоне будем продолжать подобные встречи, будем продолжать говорить на тему информационного поля и изменений, и безопасности, и медиаграмотности, и всего, что относится к медийному пространству. Вот. Вы можете, кто еще не подписался, подписываться на наш сайт. У нас есть подписка, вы можете ее оформить и узнавать самыми первыми, какие мероприятия у нас проводятся. у нас еще остается несколько мероприятий в этом сезоне. Вот. Новый сезон начнется с осени, и я приглашаю вас всех присоединяться к нашим мероприятиям. Поднимите, пожалуйста, руку, кто сегодня впервые пришел. О, как приятно. Замечательно. Спасибо вам большое. Да. Наш сайт press-клуб.by. Здесь очень много всего и много, кстати, и видео, и обучающего видео, которое имеет отношение к медиа, вот, то есть, как работать с соцсетями, как сделать интересные ролики для соцсетей. У нас это все есть в разделе, например, медиаток, мастер-классы. У нас для вас много интересного, и я благодарю вас всех, что вы сегодня были. а тема, как мы видим, не закрыта, вот, она только приоткрывается с другой стороны. Большое спасибо за все те, вот, грани, которые вы сегодня открыли. Спасибо всем. До свидания. Спасибо.